В общем-то, я думаю, что просто брат в рамках кикбоксинга, ну и занимался, кроме всего прочего, еще и ММА. Ну, сейчас представят их и о Гохане, видите, расскажем еще чуть-чуть. Кикбоксингу в разделе K1 2017 года и чемпион мира по кикбоксингу в разделе K1 2016 года по версии ISK, представляющий Глуб Хэммерс Джим, Недерландс, Егиш, Армянский Лев, Егаян. В противоположном углу ринга. Боец из Амстердама. Ему 29 лет, рост 187 сантиметров. В его активе 18 боев и в 15 из них он одержал победу. Четырежды отправлял абонентов в нокаут и трижды уступал. Чемпион Голландии по кикбоксингу среди профессионалов 2014 года по версии ISK. Чемпион стран Бенилюкс по кикбоксингу в разделе K1 2015 года. Победитель профессионального турнира по кикбоксингу Showdown Fight Night 2 по версии WKU. Представляющий клуб Майл Джим. Встречайте, Гохан Геддик! И очень тепло, кстати, встречает его казанская публика. Ну и так надо еще к портрету добавить, что Гохан Геддик дрался на KOK. Также дрался на суперкомбате против Кристиана Ристи и победил его брутальнейшим нокаутом во втором раунде. Ну и сам является в том числе и действующим тренером. А вот в одной восьмой финала по правилам Тена победил он Мурата Азимова. Причем сказал, что был он изможден в процессе поста Рамадан, поэтому был не в идеальной форме. И вот сказал, что вот уже в одной четвертой я покажу вам, на что способен. Давайте посмотрим, на что он способен Егиш Егаян против Гохана Геддика. Не будем забывать о том, что очень серьезная разница в весе, потому что Егиш Егаян показал на весах 95, а Гохан Геддик завесился примерно там 114. Ну, видно, что он, в общем-то, не в оптимальной форме, наверное. Нет, это для него абсолютно нормальная вещь, да. То есть, если мы говорим о тяжеловесах, то мы нередко встречаем спортсменов, которые вообще сильно не похожи на атлетов, да. Но при всем при этом у них такая огневая мощь в кулаках, что... Тиндируюсь. Например, из бокса. Не, ну таких примеров можно привести очень много. Рой Нельсон, Марк Хант, Дэвид Туа, да, то есть... Опять же, Федор Емельяненко никогда не был суператлетом с кубиками на прессе, да. При всем при этом 10 лет человек никому не проигрывал. Сейчас подавливается отечень хорошо Егаян. Завязались тут же в клинче. Едик выжидал момента. Сам не атаковал, просто готовил контратаку. Но, правда, переготовил. Интересно, что Егеш Нельгаян поджимает. Сейчас работает первым игром. Хороший удар по туле еще. Тай, тай, тай. Рефери настаивает на большей активности, и мы с этим категорически согласны. Ух, махнул слева. Но Егеш все видел. А вот здесь провалился Егаян сейчас. Могут быть наказан. Там еще удар по затылку немножко скользнул. Но понятно, что от ребят, которые весят в районе сотни, мы не ожидаем сверхскоростей. Вот здесь Гедик очень аккуратно работает. Очень с большим уважением, и, мне кажется, это уважение излишне. Еще одна вещь, которую я хотел бы отметить, это то, что Гокан Гедик высоко держит руки. И, соответственно, открывает путь к своему телу, чем Егеш и Гаэн периодически пользуются, нанося удары по корпусу. Ну, здесь прям ногу выставляет под лоу-кик, так и просится. Да, причем почему-то еще Егеш, опять же, будучи воспитанником голландской школы кикбоксинга, на мой взгляд, маловато использует лоу-кики. И я не думаю, что Гокан Гедик сможет совладать с этой скоростью. Но иногда надо отметить, что Егеш все-таки проваливается. И вот буквально лишний шаг полтора делает, а оказывается в клинче. Понятно, что тут же их разводят, но, тем не менее, уже весь атакующий потенциал погашит. Заканчивается первый раунд довольно спокойным. Он получился, особенно на фоне предыдущих взрывных. И перерыв. Мне кажется, что первый раунд прошел с небольшим преимуществом Егеша и Гаяна, но, друзья, есть одно большое, очень важное но. Но здесь нет 10-9. Нету такого. Поэтому, если не было нокдауна... То, в общем-то, раунд считается раундом. Да. Что бы там ни происходило... Не было нокдауна, замечаний, ну и всех вот этих событий. Что бы там ни происходило, кто бы кого как ни бил, если нет нокдауна, раунд в течение. Именно это сейчас мы с вами и видим. Но, в любом случае, опять же, мы пытаемся прогнозировать то, что будет в дальнейшем происходить. И да, были безусловные попадания, вот как сейчас мы видим на повторе со стороны Гохана, Гедика. Но и Егеша и Гаян много доставал соперника, опять же, по туловищу. Он в целом был активнее. Он был активнее и агрессивнее. И это тот момент, который, да, нельзя сбрасывать из счетов, потому что Гохан Гедик, ну, как-то в прострации и задумчивости еще пребывает. В общем-то, прибыли, я так понимаю, они в четверг. Сегодня суббота, в четверг. То есть, может быть, еще на климатизации находится. Хотя, казалось бы, не такая большая уже разница ни в температуру, ни во времени. Ну что, сразу же бросился вперед Егеш Игаян во втором раунде, в его начале. Но, опять-таки, крич. Хороший лоу-кик. Причем, обратите внимание, что он бьет прям под колено. Ставит щит. Гохан Гедик. Видимо, почувствовал. Мне кажется, просто даже на рефлексе его выставил. Мне кажется, вот у нас как раз за спиной сейчас там соревнования болельщиков. То есть, часть кричит за красные перчатки, вторая за синие. Без разницы, кто кого будет бить. Главное, кого-то перекричать. Ух ты! О, по туловищу нет. Естественно, иногда он нет. Да, догонку так послал удар. Но удар был плотный. Поджимает Егеш. Мне все-таки кажется, что маловато он работает в бедро. Вот было бы хорошо. Он может еще больше замерлить с Кокона Гедиковой. Что касается представителя Турции, то здесь все понятно. Надо просто попасть. Да, у него есть тактика, и он ее придерживает. Да, да, да. Его план на бой достаточно прозрачен. Просто подловить момент, когда донесешь свой тяжелый удар. Его одного хватит. Тем более, что бить он умеет. Мы это видели. Хороший лоу-кик, кстати, в его исполнении. Ему не нужно забирать ноги в голову. Не нужно исполнять какие-то невероятные вертушки. Надо просто поджать оппонента, лишить его пространство и довести к своей кулаке до цели. Или встретить. Или встретить. С работой на встречу Гохан и Гедика пока вообще не складываются. Он начинает паниковать, пятится назад по прямой. В общем-то, ошибка, за которую тренеры в бойцовских и боксерских залах гоняют, дай боже. Но, тем не менее, иногда и у бойцов высокого уровня она проскакивает. Хороший миддл такой четко на встречу сработал Игоян. Вот еще парочку бы таких. Пошел вперед. Вот и как раз четко тот самый момент. По прямой. Пока спиной в канаты не уперся, Гедик отступал. После команды ударил откровенно. Замечание обоим. А вот и замечание обоим. Удалить вас? Вас удалить? Еще раз скажем, друзья, что по правилам турбина запрещены любые клинчи, любые захваты. А здесь их многовато. Да, здесь они присутствуют. Я думаю, что именно с этим и было связано это самое замечание. Удар ногой в голову. Блок. Чем так еще руку в сторону отводил Гохан Гедик. Снимая. Всю ударную мощь этого удара. Но, опять-таки, начинает все чаще Гедик толкаться. Он не бьет. Просто сталкивает соперника назад. На этом второй раунд также истек. Но пока вот какие-то яркие эпизоды не показали. Вы понимаете? Ремоции выключили, иначе выгонят. Еще раз я говорю. Это понятно? Вот в этом эпизоде провалился прям. Едешь Игоян, но хорошо вышел из этого момента. Пробил сам по корпусу. Да и Гохан Гедик вовремя не сориентировался. И вот здесь сам Гохан Гедик мог, кстати, нарваться на неприятности. После того, как махнул силовой удар. Ну вот навстречу пробивал. Причем, ну правда, как пробивал. Пока рефери находился с другой стороны. Тут не очень было хорошо видно. Прихватил одну ногу и так подтягивая на себя в тайской манере бил рукой к челюсти. Третий раунд впереди. Третий раунд, он один из самых опасных по правилам ТНА. Потому что если здесь попадешь в Макдаун, то уже времени на то, чтобы реваншироваться не будет. Здесь отдельный еще десант, я так понимаю, Гедика Гохана. Потому что они все только за него болеют. Там болельщикам, в смысле, да? Да, да. Удар в разножке. Да, говорим мы в унисон. Раздергивает Егерш. Пытался дернуть и править джебом, но Гедик пока не открывается. Очень четко следит за тем, чтобы перчатки были всегда у висков. При этом внимательно наблюдает за перемещениями Егерши Гаяна. Улетел рекламный таблерон. Сейчас от движения ног обоих. Посмотрел Егерши Гаян в свой угол. Послушал, что ему говорит Филипп Берлиндон. Посмотрим сейчас, как он будет исполнять. Махнул так махнул. Прямо от души Гохан Гедик. Но только все мимо. Долго этот удар готовил. В итоге вернулся обратно, кстати. Свою стойку также поиграл немного ногами Егерши Гаян. Оттягивается назад. Да, забыл сказать, что на взвешивании Егерши Гаян и Гохан Гедик немножко повздорили. Ну это понятно, с чем связано. Турция и Армения, они как-то не очень друг друга любят. Ну как многие соседи. В общем, не очень друг друга любят, так мягко скажут. И пошел как давил просто в канаты сейчас Егаян соперника. А на встречу пропустил, кстати, справа Егерши Гаян. Будем говорить открыто. Минута до конца третьего раунда. Похоже, что четвертого не избежать. Хороший лоу-кик. Вот так кик бы побольше Егерши и Гаян. Здорово раздергивает. Он побыстрее, он полегче. И он повыше. Он почему-то не работает с дистанцией. Вот фронт-кики как раз то, что нужно, чтобы соперника растащить по сторонам, разобрать на запчасти. Вот хороший миддл, четко под локоть. Но опять-таки перешагнул. То есть вместо того, чтобы вложиться, оттянуться назад, проваливаться с этим ударом. Понятно, что тайская техника, а ты бьешь как веслом ногой, чтобы соперника снести. Но дальше надо что-то другое придумать все-таки. Тоже пытался через финт работать Дедик. Ух ты, здесь аккуратненько. Запутался в канатах Егерши и Гаян. Бывает и такое. Удар ногой в голову. Еще раз опасно. Чуть в нас таблерон не улетел. Ничего страшного. У нас с реакцией тоже все в порядке. Но, по счастью, нам не понадобилось. Будем смотреть четвертый раунд. Главное, там успеть среагировать. Ну, вот здесь такой больше картинный удар, конечно. Он не был на что-то направлен. Разве только позабавить публику, нас с вами. Очень интересный ожидает нас четвертый раунд. Потому что бой, в принципе, складывается достаточно ровно. Не сложно говорить о каком-то преимуществе. И если поединок и четвертый раунд будет проходить так же, как он продолжался все вот эти вот три раунда, то у судей будет весьма непростая задача. Но здесь может все решить, в общем-то, одна хорошо проведенная серия. То есть, если ты длинную какую-то серию, да, вот его вот прям заметил, ярко проявил себя, то дальше все остальное, на фоне вот примерно одного ровненького раунда, оно уже будет не столь отличимо в глазах судей. Да, нокдаунов не было, поэтому смотрим четвертый. Здесь все понятно. Пошел поддавливать Егеш. Ну, в общем-то, как и пытается делать на протяжении всего поединка. Разменялись лоу-киками. Сдвоены, хорошо. Вот то, что Егеш и Гаен идет вперед, это, конечно, играет ему на руку. Потому что еще раз подчеркиваю, что судьи это оценивают. Припал на колени. Дохан Гедик. Ну, не без старания, конечно, Егеша. Удар по туловищу. Шо, левый сбоку навстречу после лоу-кика. Ну, вот эти промахи силовыми ударами, они, конечно, тоже лишают сил. Мы это знаем прекрасно. Лишают уверенности. Здесь на подхват пытался Егеш такое ощущение пройти. Но прям после команды стоп еще продолжал свои действия Гохан Гедик. Сейчас получит замечание, по всей видимости, еще из-за прерывания судьи. Ну, вот, пожалуйста, да, как раз минус балл. Это, ну, пока еще не минус балл, насколько я понимаю. Это замечание, да, но в любом случае это плюс не идет. Ох, как машет-то Гохан Гедик прям. Разудись плечо, размахнись рука. Неплохо. Левый по туловищу. Опять клинч. Ну и половина раунда уже позади. Вот сейчас в атаке турецкий спортсмен. Но опять, атаки очень короткие. То есть не больше двух ударов получается за раз. Это тяжи, но ты хочешь, чтобы они били по 50 ударов за серию? Как Уайлдер. Ох, ну простите. Словно-то я и не приметил. При всем уважении. Ну вот как раз длинная серия от Егеша и Гаяна. И вот пошли драться. Наконец-таки то, чего ожидали. Здесь плечом подтолкнул, правда, армянский Лев своего соперника. Много клинча стало, много клинча стало, много. Да их и не скажу, что стало. Их с самого начала было, чересчур. Но сейчас особенно Иерусалим Харлямов делает внушение. Последнее китайское предупреждение Гохану Гезику. Удар ногой в голову не прошел. 25 секунд до конца четвертого раунда. Все-таки неплохо, неплохо. Здесь пошел давить Гохан Гедик. Это очень важный момент сейчас в концовке раунда. И главное, в концовке боя. Да, вот здесь уже Егеш прихватывает. Но никаких санкций у неплохо попал Левый боковой. Ну и все, да, закончил. Ты знаешь, Ром, мне показалось, что в четвертом раунде все-таки почище работал и побольше попадал Гохан Гедик. Я тоже соглашусь, потому что как-то, особенно вот по вот этой концовке, которая была, ну, совсем уж невнятной, то есть мало что можно было о ней сказать. Егаян слишком уж пытался вязаться. Смотрите, еще тут взорвалось ухо, что ли. По всей видимости, здесь так кровь течет. Да, интересно, как оно так все получилось. Ну, вот и где-то, выворачиваясь из вот этих клинчей, из вот этих объятий, здесь надорвал, по всей видимости. Ну, поэтому протестует. «Автед!» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...